Путь из обители ожога в Стоот был настоящим испытанием. Пойма и русло реки – это была самая легкая часть путешествия. Но как только мы вошли в земли святой нации, нам то и дело попадались патрули паладинов, стаи костапсов и гнезда рвачей. Это поразительно, как кардинально поменялась окружающая среда за время моего полета. Нынешняя природа идеально адаптирована, чтобы убивать людей и других живых существ. Вот уж воистину выживает сильнейший. Слабые духом, телом и разумом тут просто обречены или на смерть от погодных условий, или на съедение какой-нибудь кровожадной тварью. И рвачи, и костапсы – это не самое ужасное, что есть в новой экосистеме. Ожок рассказывал, что есть твари куда ужаснее и коварнее. Кровавые пауки, кожаные пауки, живоглоты, горилла. И каждая из этих тварей норовит тебя сожрать живьем. И им все равно, что ты из железа. Они сначала раздерут тебя, а когда поймут, что ты не съедобен, просто пройдут мимо, оставляя тебя умирать. И хоть механические тела медленно, наверное, могут восстанавливать сервоприводы и микросхемы, но и они все же имеют свои пределы. У всего есть свой предел. Мне остается только одно – стать сильнее. С горем пополам в ущелье мы нашли скрытую тропу, которая вела в обход крепости щит окрана. И снова я не устаю удивляться кульбитам судьбы, ведь шансы, что мы прошли бы через щит окрана, были нулевые. Да что там, учитывая те отряды паладинов, которые там караулят, наши шансы были даже минусовые. Даже издалека было ясно видно, что там несут дежурство минимум полсотни паладинов. Скажу честно, когда ожог заявил, что тут есть тайная тропа, я был вне себя от радости. Ведь это означало, что нам не надо будет идти в сторону этих ненавистников всего технологически развитого. Когда мы шли по тропе, то наткнулись на мелкий патруль паладинов, который отчаянно бился с рвачами. И как это было кстати, что рвачи и паладины перебили друг друга. Мы добили уже изрядно потрепанных рвачей. Войдя в пустыню, ожог повел нас уже более уверенным шагом. Были конечно пару моментов, когда мы прятались, но лучше час-другой прикинуться металлоломом, чем действительно им стать. Правда на подступах к городу на нас напали какие-то полуодичавые и голодные бродяги. Они что-то кричали про еду, но видимо голод так сильно затуманил их разум, что они даже не понимали простой истины. Откуда у скелетов еда? Я конечно пытался донести до их сведения эту информацию, но вой пыльной бури и нежелание слушать привели нас к единственному выходу. Мы с горем пополам отбились от них. Видимо тех тумаков, что мы им выдали, им хватило. Войдя в город, я удивился. Это был муравейник, но необычный. Свои населения слишком кардинально отличались друг от друга. Обычные жители влачат тут жалкое существование, чуть выше по иерархии стояли владельцы магазинов и баров. Ну и знать, знать тут заправляет всем. Вся обстановка и атмосфера города прямо кричит, что тут процветает рабство. Рабы буквально везде, они ниже скота по положению. К слову, стать рабом тут проще простого. Достаточно потерять сознание, и если ты не дворянин, то к тебе совершенно спокойно могут подойти охотники на людей или работорговцы и надеть на тебя кандалы. И ты даже не докажешь, что был свободным человеком. Ты даже не докажешь, что ты был человеком. Зато купить дом оказалось проще простого. Ожог быстро провел нас в местную администрацию, и мы, выложив энную сумму кат, легко и просто получили бумаги и ключи от нашего нового дома. Заселившись, мы сразу построили лабораторию и кровати, и пошли в местный бар узнать последние новости. Газет, телевидение или радио в этом мире больше нету, а поэтому новости можно узнать лишь из сплетен местных завсегдатаев и странствующих торговцев. Зайдя в местный бар, мне в глаза бросилась одна дама. Она была молода и миловидна. Я подошел к ней и завел беседу. Ее звали Изуми, и она представилась как опытный медик и исследователь. Из разговора с ней я узнал, что она жаждет открытий и знаний. А когда я сказал, что у нас в доме есть своя лаборатория, то она буквально умоляла меня взять ее к себе и проспонсировать ее исследовательскую деятельность. В общем, теперь среди нас есть живой человек, которому необходимо есть и пить, но не один. На выходе мрачный Нил проходил мимо очень рослой и крепкой женщины. Не знаю чем, он ей пришелся не по нраву. Видимо тем, что она попросила его выпить с ней, а когда он сказал прямо, что скелеты не едят и не пьют. В итоге с визгом ты меня не уважаешь, она одним ударом кулака свалила его на землю. Не скрою, я был сильно удивлен, что хрупкая женщина, хотя какая она к черту хрупкая, два метра ростом, крепкая баба. И она свалила скелета одним ударом, да еще и кулаком по железу, до сих пор не понимаю. Когда же мы с ожогом подскочили к Нилу, то эта барышня сказала, что зовут ее Ридли. В общем, слово за слово. И она, узнав, что мы пережили приключения, навязалась с нами. Отказать ей не мог, потому как не сильно хотел получить Тумаков в свое металлическое хлебалушка. Тело хоть у меня и металлическое, а вот сотрясение мозга было бы самое, что ни на есть настоящее. Да и к тому же как-то вселяет уверенность тот факт, что такая верзила теперь с нами. Следующие несколько недель мы упорно тренировались и изучали науки, боевые искусства, становились сильнее. Я скупал все книги, что находил в Стооте и близлежащих городах. Мы с ожогом то и дело совершали переходы к Шабатай и искали научные книги среди хлама у странствующих торговцев. Спустя время мы многое узнали и многому научились. Тренировки ума и тела дали о себе знать. Теперь мы можем более или менее постоять за себя. А это значит, что пришла пора переходить к следующей части плана. Для успешной реализации которого нам необходимо свое поселение. Но сперва необходимо больше соратников. Полагаться лишь на скелетов было бы весьма глупо с моей стороны. Потому как скелеты лишены одной, самой главной и нужной черты для будущего государства. Они не могут создавать потомство. Их популяция будет стабильна. А самая главная ценность любого государства, поселения, города – это человеческий ресурс. Именно этот ресурс определяет и стоимость местной валюты, и потенциал, и силу как города, так и государства. Скелеты могут выступать в роли основной ударной и военной силы. А вот живые – это основа моей возрождающейся империи. Поэтому надо будет набрать надежных рекрутов, обучить их. И уже следующим шагом будет создание поселения. А также создание инфраструктуры в поселении. А следствие – еще и обороны. Оборона – это главное. Жители должны быть уверены, что они под защитой. И что со мной у них будет еда, вода, кровь над головой и надежная опора на их предводителя. Дальше я займусь уже наращиванием военной силы. Но для начала надо обзавестись новыми соратниками. И по возможности прикупить еще один дом, дабы их разместить. Дальше упорные тренировки и подготовка к основанию поселения. А мы с вами продолжаем следить за приключениями Кимека Паттайи. И его друзей Мрачный Нил, Ожог, Изуми и теперь уже с Иридли. Они качают боевые искусства, становятся сильнее. И в этой серии Паттайи с Ожогом и Мрачным Нилом будут заниматься тем, что начнут рекрутировать новых рекрутов. Часть из них будет возможно уникальная, часть нет. И хочу предложить следующее. В комментариях пишите возможные имена для новых рекрутов. И будем называть их так, как вы хотите. Но предупреждаю без всяких матов и подстебов. Можно смешные придумывать имена, но чтобы не было матов. Реактив Мрачный Нил, Паттайи и Ожог прокачались. Правда единственное, что я заметил. Они качались еще выбегая в пустыню, разбираясь с рвачами. В модификации Реактив Ворлд, когда персонажи дерутся, у них очень быстро качаются характеристики. Но спасает то, что я поставил усиление на Дикую Фауну. То есть Дикая Фауна намного жестче стала, что немножечко нам усложнит наше выживание. Итак, давайте возьмем Паттайи, Мрачного Нила. И Ожога воборот. Сейчас проверим, что у них там. Так, вот охотился я на рвачей. Так, Лунный Тесак. Тут у нас Конеруб. И Топпер. Отличненько. Значит, давайте продадимся для начала. Чувак, я точно знаю, что тебе необходимы товары. Да, давай торговать. Я стопудово знаю, что тебе это необходимо. Даже если тебе не нужно, мне нужны деньги. Очень нужны. Ты не поверишь на сколько. Мы немножечко подзаработали. Теперь давайте побегаем, поищем рекрутов. Во-первых, забежим в местный бар. Давайте забежим в местный бар. Что за фигня? Это что за лажа? Что за автоматические двери? У них дилемма, видимо. Один закрывает двери, другой открывает. У них реальная дилемма. Так, это был трейдер. Усмирители работорговцев. Ворюга. Женсей. Скитальцы. Жалко, тебя нельзя нанять. Ниндзя. Форан. Давайте подойдем. Спросим, кто ты. Привет, скиталец. Нужен кто-то, кто умеет вести себя в бою. Мои мечевые умения к твоим услугам. За семь с половиной тысяч кат. Хм. Давай. Не понял. Переимена решения. Пять пятьсот. Чего? Снова ты? Так, не понял. О, пять пятьсот. Чего-то сбрасывалось постоянно, лаги какие-то. Ну, бывает иногда. Ой, какая у нас шляпка. Какая мадам с широкими бедрами. Давайте не будем ее менять. Единственное, что можете написать в комментариях, как мы ее назовем. И в следующей серии мы будем переименовывать этих товарищей. Так, форан мы наняли. Патай, иди сюда, вот к Патао. Патай нанимает Патао. Круто. Я опытный инженер, и ищу работу. Есть такая? Да, есть. Шесть тысяч кат. Принят. Патао тоже. Чувак с проваленной грудью и с пивным животом. Ладно, берем. Так, тут вроде бы мы все, да? Мы тут вроде бы понанимали. Так, Патай, смотрим. Здесь есть кто еще для найма? Медлинь. Медлинь от слова медленный, что двойной. Говорить. Тебе случайно не нужен инженер-дикоземец? Если тебе нужно что-нибудь построить, я мужчина то, что надо. Сколько? Шесть тысяч кат. Хм, ладно. Пойдет. О, у этого нормальная статура. Отлично. К тому же, эти товарищи хороши в строительстве всего и вся, а также они хороши в создании доспехов и оружия. Они просто превосходны в этом деле. Так, сейчас мы отведем Патао вот сюда вот. Здесь тоже может быть. Может быть, да? Может, вон сидит Улей. Вот сидят товарищи. Добро пожаловать, друг. Добро, конечно, пожаловать. Но сейчас мне нужны рекруты. Итак, Форен, Патао и Двойной. Двойной чего? Двоечка Кирилла Терешина, что ли? Так. Давайте сюда. Значит, что по статам? Двойной. Сила 9. Крепость. Восприятие нулевое. Кстати, вот этих вот троих архаровцев можно забульбенить в отличных стрелков. То есть, скелеты будут у нас ближним боем, а вот эти товарищи дальним боем. Но для начала нам необходимо их подтянуть по статам. То есть, сначала мы их ставим на прокачку крепости. Крепость качается на этой версии модов не выше 50 и очень долго. Но все равно это гораздо лучше, чем ставить их убиваться об кого-то. Тем более, что в этой сложности можно не просто убиться, а насмерть слечь. Ты тоже из других земель? Опасайся стражников. Они нечестные типы. Особенно, если нет кат. Чтобы от них откупиться. Ну ладно. Нужен мечник? Я ищу работу. Мне интересно. Рад слышать. Мне понадобится 6000 кат. В залог. Ладно, но ты, по-моему, офигенный, дорогой чувак. Мечник, да? Как этого товарища назвать тоже? Напишите. О, а вот это уже дживелин. Это уникальный рекрут. Глыть, глыть, глыть. Ты тоже здесь? Чтобы проспиртовать старые воспоминания, путник. Или ты тут нанимаешь? Нанимаю. Тут, а ты? И то, и то. У меня в диких землях был свой бар. Для усталых путешественников. Назывался Напористый Гар. Пока шекские варвары его не забрали. Но слушай. Я думаю, мне повезло, что я сбежала целой. Пусть даже и потеряла свой любимый бар. Я просто чертовски скучаю по варке своего особого домашнего соуса для завсегдатаев. Значит, ты шеф? Хах. Редко найдешь кого-то, кому действительно нужен повар. Похоже, удача наконец начинает мне улыбаться. Но я должна взять с тебя плату в 6000 кат, чтобы обезопасить себя от продажи в рабство. Уверена, что ты понимаешь. Ладно, ты нанята. Блин, по 6 косарей. Они, по-моему, офигели. Ребята, вы реально офигели. По 6 косариков. Это... Это... Это катастрофа какой-то! 6 косариков. Ну ладно, мы можем уйти где-то... Ну не в минуса, но... 1005 оставим. Все-таки, все-таки, все мы догоним. Этих тоже поставим. Сейчас посмотрим. Селс. Что у нас тут по навыкам? По навыкам... Не очень. Угу. Давай-ка ты тоже, Селс, сюда. Самоцвет по навыкам... Готовка 40. Очень, даже очень. Я б сказал, даже чересчур очень. Давай-ка ты тоже... Вот сюда. И нам необходимо будет их кормить потом. Давайте сбегаем в Шоботай. Потом сбегаем в Барк. И сбегаем еще в Хэн. Понанимаем рекрутов. Нам необходимо еще... Немножечко нанять. Чтобы... Уже, когда мы будем создавать поселение, у нас была, во-первых, рабочая сила. Во-вторых, нам надо нанять пару принцев, чтобы они были турельщиками. Потому что турели, арбалеты нам нужны для охраны. Так, ты у нас кто? Кома до поправки. Камуйся, чувак. Кто-то... У кого-то разборки. Так, а сейчас мы сделаем следующий мув. Сейчас мы сделаем следующую мульку в Барке. Может быть уникальный рекрут, который с нами может завести беседу. Если у нас в отряде не больше трех человек. То есть, мы создаем новый отряд. Здесь мы пишем, что... Старая империя. Вот так. А здесь... Кимек и Ко. И перекидываем Паттай, Мрачного Нила и Ожога сюда. Единственное, что... Единственное, что нам необходимо... Будет... Ну ладно, мы потом там разрулим немножечко. Сейчас мы идем в Шоботай. Вон кто-то ковыляет потихонечку. А мы с горочки спустились. А кто-то ковыляет. А кто ковыляет? Самурай-призывник. И... Это... Мечница-мятежные фермеры. Ох, у них тут прям разборки, я смотрю. Так, а ты кто тот же самурай-призывник. Как весело бежать. Самураю-призывнику за... ПОЧТИ БЕЗРУКИМ ФЕРМЕРОМ. Чего? ЧЕГО? Похоже, тебе немного не хватает телохранителей, бродяга. Это место просто кишит бандитами. Сохраняй бдительность. Чувак, я могу в принципе уже по статам Паттайи накостылять тебе. ПОЧТИ БЕЗРУКИМ ФЕРМЕРОМ. А ты всего лишь... Самурай-призывник. ПОЧТИ БЕЗРУКИМ ФЕРМЕРОМ. Поверь мне, я могу за себя постоять. Прибереги свои опасения для кого-нибудь другого. Как скажешь, бродяга. Ты еще напади на меня. Отхватишь таких звездюлей. Ах, ты шьёкерный ты бабай. Так, давайте вместе, господа, вместе. Давайте, давайте. Вон там раб. Давайте немножечко ускорим на Х2. Чтобы было побыстрее. Он рвач побежал. Я думаю, необходимо будет сделать следующие отряды. Отряд мечников, отряд арбалетчиков. А также я хочу сделать отряд протезированных роев. Желательно солдат. А во главу к ним поставить бипа. Бип будет сильнейший. Так, заходим. Драдуйте. Драдуйте, драдуйте. Где у нас тут бар? Так, осмотрись, путник. Да, мы сейчас осмотримся. Это штрих. Ты похож на человека, который оценил бы хорошую стену. Стену? А не ничего, пожалуй. Не могу прекратить о них думать. Они всюду. Городские стены. Стены зданий. Стенка сундуков. Стена скал. Стены за стенами. Стены щитов. Стенки клеток. Невидимые стены. Стены между людьми. Стены вокруг наших сердец. Я так понимаю, ты инженер? Точно! Ты можешь меня нанять всего за 5000 кат. И это у нас рой. Не солдат, конечно, рой, но покатит. Штрих. Возьмем штриха. Он у нас будет отличным рабочим. Вэшу. Хочешь взять себе турельщика? Гарантирую тебе. У меня зоркий глаз ястреба. Стоял за турелями еще до того, как на лице пробилась борода. Может быть, сколько? Да шо ж у вас за цены такие офигевшие? Шесть косарей. Вы че? Цены просто ничего себе. Шесть тысяч. Шесть. Блин, тысяч. Шесть. Так, а тут кто у нас? Селянин. Это нет. Это шиноби. Это... Такао. Такао. Случайно не нужен фермер? Взамен. Я прошу лишь простое товарищество и четыре тысячи кат. Платы за наем. Ладно, ты нанят. Отряд. Мрачный Нил и Ожог поведут наших товарищей домой. Паттайя идет сюда. Этот ведет их домой. А Паттайя чухает в Барк. Мы пока последим за мрачным Нилом и всеми остальными. Так. Они пока бегут. Мы посмотрим, что там у нас Паттайя делает. За Паттайи увязался Рвач. Давайте атакуем его. Это будет весьма интересно. Паттайя приходует Рвача по левой лапе и по левой ноге. Получает Люлей. Причем, заметьте, с этим модом Люлей Паттайя при своих статах отхватил ОГОГО. Он так конкретно вот. Его два удара. У него уже половины груди просто нету. Его присунули. Он, конечно, тоже Рвачу дает прикурить. Но два-три Рвача в подобной ситуации легко могут вывести даже прокачанного персонажа в нокаут. Поэтому мод мне даже нравится, я хочу сказать. Это весьма приятно, когда ты понимаешь, что у тебя прокачанный персонаж. А Паттайи относительно прокачанный. Он не слабый. Это не слабая прокачка. Но даже с такой прокачкой все дело получается не сильно круто. Залутаем нашего достопочтимого Рвача. И продолжаем бежать дальше. Как там наши Архаровцы? Нормально бегут. Давайте ускорим. О! Отходим. 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 Тут мы можем огрести. Тут мы конкретно можем огрести. Прям... Я бы сказал... Даже не вывести. Мы просто там упадем. Обнаружен Форт Мираж. Это Форт Союзных Героев, да? Так, на наших товарищей нападают. Так, стоп. Ожог. Ну так же ж не делается. У нас Вэшу огребет. Надо спасать чувака. Он же ж вон выгребет по полной. Ожог сейчас раздаст немножечко звездюлей. Так, Вэшу. Давай посмотрим, что у тебя... Ожог, иди сюда. Вэшу сюда. Ожог надо. Это все дело... Ну да. Смотрим. Может быть у них найдутся... Бинты. Ах ты ж. О! Бинты! И тут нету, да? Ладно. Чини Вэшу. Так. Сюда. Беги. Ожог. Хилишь? Хилишь. Теперь вдвоем бегом туда. Так, смотрим. Такао. Штрих. И Вэшу. Такао тоже получил... Люлей. Им надо будет подхилиться. Надо, надо будет. Итак. Такао и... Штрих. Ляжьте, полечитесь. Так. Мрачный Нил. Пока повыполняй задачи. Угу. Да. Ридли сейчас их... Починит. Вэшу. Ты бежишь. Ты кондехаешь Вэшу. Вэшу реально кондехает. Ожог. Поднимай. И бегом. Потому что он пока докондехает. Чего? Пора испытать новый доспех. Ты у нас кто? Охотница. Союзные города. Мадам. Всего вам хорошего. Всего вам хорошего. И... Я не нарушаю закон. А вот вы на меня нападаете. Так, 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 так. Стоп. Пассивно держать. Так, так, так. Стопендель. Ожог. А я не понял. Какого? Пассивно. Вэшу забегай. Нападение? Да идите вы в баню. Ожог не нападал. Вэшу пассивно. Закрываем. Итак, ожог где-то тут. Давай отбегай. Это у нас кто? Охотница за наградой. Офигеть. То есть, вы поняли, да? Система. Проходишь мимо... Знатного, который где-то решает, что он хочет на тебя поохотиться. И стражи реально посрать, что ты ничего не делаешь. На тебя вешают награду, что ты напал. То есть, не на тебя, а ты напал. Давайте попробуем сейчас их отвести и... Во-первых, блок. Во-вторых, держать. И сбросим их на рвачей. За нами погоня. Погоня, князь! Погоня! Вон, я вижу, рвач зарылся. Я просто вижу. Так, тут у нас... Это самурай. Союзные города. Тем временем, Паттайи подошел к барку. А мы посмотрим, как держится наш ожог. Ожог держится молодцом. А вот кто тут у нас? Вдалеке. Рабовладельцы кого-то нагибают. Мятежных фермеров. Меня больше интересуют... Где-то здесь были рвачи. О, вот они рвачи, да? Ожог. Радость моя. Мы бежим к рвачам. Ты пока бежишь. Мы переключимся на Паттайи. И Паттайи... Пойдет, посмотрит, что тут за город-то такой. Селянин, селянин. Как же ж... Какие они надоедливые! Серьезно. Очень надоедливые. Вот! Вот наше спасение! Эти рвачи просто порвут этих товарищей. Пять рвачей. Сейчас мы посмотрим на спектакль. Сколько тут? Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Самураев. Против. Пяти рвачей. Делаем ставки, господа. Итак. Первый рвач согрелся. Второй тоже. Ииии... Иди помоги друзьям. Отвали от меня. Иди друзьям подмогни. Серьезно. Ай... Убей его. Он один. Он один. И он ничтожный. Убей его. Давай. Раз. Давай, давай. Смотри. Блокирует. Блокирует. Защита. Защита 47. Так. Тут. Что мы наблюдаем? Ой-ой-ой. Они рвачей просто расколбасили. Колбаснули рвачей. Ожог как лев дерется. Просто львиная битва. Битва двух тигриных львов. И ожог начинает держать верх. Уверенно. Лидирует ожог. Иди сюда. Не надо нападать. Так. Захилим его. Сначала поднять. Заберем. На дате. Чувак, ты на нас напал. Ты на нас напал. Поэтому. Судьба твоя. Ходить по пустыне. Галека. Даже без оружия. У-у-у. Полетел. По хиль. Дубину могут пусть забирать. Главное, чтобы основное оружие у нас осталось. И... Мы сдадимся. Пусть нас снимут штраф. Потому что будет беда. Держать блок. Вот мрази, да? Просто мразише. Давайте с этим поговорим. Все... Нет, спасибо. 7500. Нет, спасибо. Я не голоден. А сейчас... Эээ... Наши друзья будут идти в стоот. Вместе. Неко. Ты че там? На табуретке заснула? Хрэ спать. Давай в стоот. Шагом. Арш. Веселые ребята. Мне определенно нравится. На нас напали. Виноваты мы. У-у-у. Метелить будем союзные города. Просто... Такую кару им сделаем небесную. Это... Люто будет. Отлично. Наши друзья добрались... Сюда идите, ребятушки мои. Сюда, сюда. Все сюда. Отличненько. Добрались все-таки. Иди сюда. Держать задачи. Так. Отпустить. И мрачно не отпустить. Вот отлично у нас. Только ожога еще не освободили. Гады. Ну, в общем... Ну, в общем... В общем, так. Наши друзья добрались. И теперь они будут тренироваться до следующей серии. Становиться сильнее. И в следующей серии мы уже будем начинать строить поселения. И посмотрим, как все будет развиваться и продолжаться. Ну, а вы не забывайте, что не уникальных юнитов можно будет переименовать. Оставляйте комментарии с именами под видео. Будем смотреть. И где будет... Под каким комментарием больше там лайков будем переименовывать. Также можете в группе в ВК писать. Я создам соответствующий раздел. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всего вам хорошего. Хороших вам каток. Кэнши. Пока-пока. Бип-бип.